Так, сейчас я в центре Биргингема. Вот такие здесь декорации около фонтанчика. Вот пока засниму, пока они еще есть. Типа такие деревья. Потом в сцену что-то поставлено. Какая-то тут непонятная тематика. Индийский какой-то чай там, или турецкий, кафешка, или что, не знаю даже. Народу в центре на выходных, как всегда, много. Закрывается уже. Да, это как будто кафешка. Тук-тук такой вообще. Это вьетнамский или, короче, не знаю, короче, индусской тематики. Здесь сразу не заметила, такие палки типа выступают. Это камуши такие. Типа камушей. Может ночью они светятся? Не знаю, что придумали тут вообще. Устроили гарден прям. На какую тематику. Короче, за природу. Там что-то еще и говорят. Обалдеть. Столько же земли насыпали, деревья посадили. Обалдеть. Тут просто на участке, где был бетон. Как быстро они это вот все возвели. Обалдеть. Тут кто-то постарался серьезно. Просто бетон. Послали вот такую фигню. Земли натаскали. Куча. Обалдеть, как здесь выглядит. Совсем преобразилось все. Я даже не думала, что здесь так. Жест. Вот дают. раздают эти наушники можно послушать все это бесплатно какие-то волонтеры поставлены насчет природы все там вон семена народу куча конечно там еще что-то какая-то палатка сейчас подойдем посмотрим тут короче там сидят дети можно бесплатно всякие позаниматься там порисовать поклеить короче за планету вот здесь вся программа что у них происходит короче за планету за здоровый образ жизни на и назад то чтоб короче природа была бы в приоритете вот здесь вот это музей арт-галлери здесь вход бесплатный рекомендую кто хочет посетить там прикольно первый раз походить в принципе я там была три раза и всегда было интересно там вот сюда можно зайти без ладно много чего там есть всякие даже знаменитые картины там есть бельгинга около библиотеки такое вот сооружение как бык интересно сейчас подойду поближе посмотрите первый раз вижу чтоб это здание открыто было туда можно зайти посмотреть обычно она закрыто вот какой тут бычара блин сделаны интересный какое тут сооружение обалдеть и железы вроде металлические или имитация металла похоже что-то точно металлическая неуверенно что все неуверенно что все блять он был здесь какой высокий как сказать тут здание три этажа наверное такой он бык там машина какая-то интересная эскалатор или что под ним ну вот на этом фоне хорошо видно вон какие люди маленькие какой большой бык сейчас я в самом центре бирбингема нахожусь тут есть библиотека тоже бесплатное посещение там прикольная терраса наверху вот библиотека вот она такая интересная построили ее кстати может быть 10 лет назад может чуть меньше потому что когда мы приехали в англию по моему еще не было ее до ее строили и там вот сверху где это желтая торчит там терраса здесь такие железные статуи здесь летом обычно фонтанчики включают с подсветкой но сейчас они выключены там кафешка как-то какая-то открывшись раньше не замечала даже есть на втором этаже люди здесь шоппинг-центр здесь тоже чуть-чуть изменили и поставили статуи золотые на эту сторону раньше они были на другой стороне вот там где автобус поехал они были на той стороне сейчас тут чуть-чуть они поменяли все здесь дальше стал курсировать трамвай автобус какое-то время долго была закрыта эта улица они там делали ремонт вот сейчас все открыто и много народу эта улица главная считается в бильгингеме главная улица где расположены дискотеки бары рестораны и вечером выходные здесь происходят тусовки сегодня же воскресенье так чисто люди гуляют но хотя есть и вон пьяненькие баб эти молодежь пьяненькая здесь уже подхожу к этому повороту на каналы здесь можно вот с этой улицы борт стрит попасть красивое место тут каналы тоже расположены расположены всякие парочки ну и красивое вообще место сейчас подойду поближе увидите там вот эти каналы тянутся туда англики возрасте здесь любят посидеть музыка играет кстати много туристов здесь ходит такое колоритное место довольно таки как то немного народу не везде есть в пицца экспресс не особо много народу здесь вот справа вагамо мама есть там внутри смотрю довольно таки много народу все места заняты ну и вышли мы на эту булочку где фонтанчики такие если пойти вправо туда где вот коляска стоит и туда вправо там будет силой в центр вон торчит синенькая и там на другой стороне будет эго лэнд тоже знаменитые такие места здесь тоже советую посетить если будете в биргингеме ну и если у вас есть дети это будет интересно в принципе и без детей все лайфы интересно сходить там как аквариум рыбки и такой есть богатый подводный мир акулы даже есть там женщина русская кстати с девочками кстати не так часто слышу русскую речь поэтому это удивляет вот пройдусь чуть-чуть до этого силовика покажу вам где он находится буквально здесь он находится если сбор стрит повернете вот направо и потом опять повернете каналом и вот можно выйти на силой вот он силой тут стена такая с водой текущий сверху стекающий силой в наверно выходные сокращенный день у них сейчас не видно что поработал а там вон желтенькая вывеска виднеется леголэнд здесь тоже каналы продолжаются мостики с цветочками все довольно таки колоритно красиво вон полиция тоже ходит один раз меня остановили когда тут снимала на дрон прицепились ко мне захотели узнать мои данные чтоб проверить не отношусь ли я к террористам чтобы там записываю информацию потом передаю их террористам типа вот они тут смотрят порядок проверяет кого-то позвали не знаю кого-то ищет как будто или просто прогуливается он здесь тоже сделали мини гарден все за то что снимаю вроде не прицепились мы же не увидели иду дальше они пошли в другую сторону здесь барчик такой фастфуд а если налево то леголэнд а там вон си лайф два хороших места в одном месте тут такая колоритная довольно таки атмосфера барчик и вон с такими деревьями прикольно посидеть вечерком здесь бывают вот такие вон лодочки катаются кто-то в таких лодках даже живет одна вон там видно вдали не могу увеличить а вон еще есть с той стороны лодка но обычно они для туристов там бывают даже ресторанчики внутри можно там покататься и поесть а бывает просто кому-то принадлежат и они там живут как я знаю вроде налог не надо платить потому что ты живешь на воде наверное только из-за этого кто-то предпочитает там жить а так там тоже требуют эта лодка ухода много денег это кажется со стороны дешево но на самом деле не так уж и дешево например вот эта лодка с рекламой well-being лэжа ну блин не знаю рабочая она не рабочая но выглядит что она туристов катает эта лодка а вот это здание арена где происходят всякие мероприятия что-то перекрытый вход ну такой стеной сделанная временная так там обычно всякие концерты так пройдемся дальше там еще больше лодочек вот такие лодки довольно таки длинные это вообще длинная зеленая там вот вторая поменьше покороче она и видно не туристическая там живет кто-то хотя может подрабатывают и туристов поратывают там вон можно заметить у них кухня всякая умывальник всякие причиндалы лежат у кого-то вон цветочки посажены тут такая мини лодка зато солярная панель сверху велик даже вот там тоже кафешки кстати я здесь летала на дроне красивое место вон там уточки а и и Поехали.